Белорусские болота с их уникальной экосистемой и чистейшим воздухом стали популярной точкой на карте путешественников из разных уголков мира. На экологических тропах вблизи трясин свой след оставляют туристы из Западной Европы, Азии, Америки, приезжают даже из Прибалтики региона знаменитым своими болотами. Что касается в общем людей, приезжающих, посещающих вот эту тропу экологическую, на которой мы находимся, какие-то другие маршруты существуют. Ну вот я был в начале мая на первой своей здесь экскурсии, которую проводил для путешественников. Мы приехали сюда в 4 часа дня. Здесь стояло три больших автобуса, ну 40-50 местных, которые двухэтажные, и около 70 автомобилей. Прошлый октябрь, один из выходных дней тоже здесь был, вот по этой тропе идешь как по тротуару где-то на проспекте в центре столицы. К началу мая все выходные до октября были забронированы. Благодаря тому, что это болото спасли от осушения, сохранился практически первозданный экологический островок, который позволяет увидеть роскошь дикой природы и наглядно объяснить будущим поколениям, насколько важно защищать такую местность от осушений. Ведь сохранение болот еще и социально-культурная миссия. На протяжении веков с ними связана белорусская история. Археологи находили под трясиной толщей древнее поселение. Кроме того, болота даже стали частью фольклора, а многие жители деревень не представляют свою жизнь без топий, с которым привыкли с самого рождения. Везде топкие, такие были, вот рядом же, вот тут у нас, вот, болото, что, как пойдешь, покойная моя мама была, так мы что, такие росли, это, бобовник назывался. Да пойдем кошелями этими за плечи, да на сечкарню на бобовник. Так встанешь такой на купину, на купину, она вагается. И для туристов из разных стран, и для сельчан, которые поколениями жили возле болот, проект восстановления осушенных торфяников в Беларуси больше, чем экологическая инициатива. Это и впечатления, и эмоции, и история каждой конкретной семьи. Редактор субтитров А.Семкин